Здравствуйте! Вы смотрите программу «Персональный акцент». Пожалуй, одними из самых ярких политических событий нынешней осени в Молдове стал визит президента Турции Раджепа Таипа Эрдогана. Это первый визит Эрдогана в Молдову по личному приглашению президента страны Игоря Дадона. Предыдущий визит в Молдову президента Турции, тогда это был Сулейман Демирель, состоялся в 1994 году. Второй день своего официального визита Эрдоган посвятил поездке в Гагаузи, где его встречали как самого дорогого гостя. Турецкий президент осветил своим присутствием открытие целого ряда социальных учреждений, появлению которых автономия обязана турецкой помощи. О том, как прошел визит Раджепа Таипа Эрдогана, о чем удалось поговорить с этим политическим лидером, что может стать продолжением нового знакового визита в нашу страну и автономию Гагаузиири, поговорим с башканом автономии Ирины Влах. Здравствуйте! Добрый день! Когда в Молдову приезжает лидер такого уровня, это всегда успех для страны. Я цитирую президента нашей страны Игоря Дадона, мысль была высказана в одном из телеэфиров. Несомненно, это можно отнести и насчет автономии Гагаузиирип. Когда приезжает в гости в Камрад политик такого уровня, как Эрдоган, это действительно успех. И все же, каково значение, на ваш взгляд, этого визита для страны в целом, для автономии в частности? На чем и дальше, на чем и как будет дальше строиться диалог автономии и Турции? На самом деле и для Гагаузи, и для Республики Молдова в целом этот визит был и знаковым, и историческим, и для нас он был на самом деле очень долгожданным, потому что мы говорили последние пару лет и ждали, что господин президент примет решение и приедет к нам в регион. И наконец-то это свершилось, благодаря приглашению президента нашей страны Игоря Дадона, поддержал президент Республики Турция. И 18 числа мы с радостью, с большим настроением, с большими ожиданиями и с хорошими результатами встречали двух президентов, нашего президента и президента Турции. Конечно, хочется дать оценку этому визиту, и я думаю, что это будет не только моя оценка, это будет оценка жителей нашей автономии, потому что мы можем сегодня говорить о хороших политических результатах, мы можем сегодня говорить о экономических перспективах, и мы можем говорить сегодня о хорошем социальном развитии нашего региона, с учетом того, что было открыто несколько социальных объектов новых на территории нашей страны. Но самое главное, Стас, что было в этот день, это было хорошее настроение. Это было такое, знаете, это было объединительное такое состояние, когда и руководство этих двух стран, и руководство региона, и народ, мы были просто едины в том, что солнечно, красиво, эффективно, долгожданно. И очень многие жители нашего региона говорили, вы знаете, мы предполагали, мы думали, мы хотели приехать на эту встречу, но наши ощущения, они превзошли абсолютно все ожидания, потому что визит двух лидеров в наш регион — это очень серьезный толчок в дальнейшем развитии нашего региона. Что важно было для нас? Для нас был важен не только день визита в регион, но для нас был очень важен и 17 октября, день предшествующий, когда проходили встречи с руководителем нашей страны, с президентом нашей страны, и те посылы, которые были даны нашим президентам, те посылы, которые были даны и президентам Турецкой республики. И нам было очень важно услышать то, что Турецкая республика продолжает быть гарантом развития хороших взаимоотношений между Кишиневым и Камратом. Турецкий президент еще раз обозначил, что Гагаузия является мостом дружбы между Молдовой и Турцией. И что было важно для нас услышать, президент Турции четко обозначил и правительству нашей страны, и парламенту нашей страны, что автономия должна быть крепкой, автономия должна быть сильной, что те законы, которые обсуждались в парламенте и которые не подписал президент, поддержав власти, автономии и народ автономии, господин Эрдоган четко обозначил, законы, обсужденные в версии Гагаузии, должны быть обязательно приняты парламентом нашей страны, потому что эти законы, они укрепляют и статус нашей автономии, и укрепляют сам закон об особом правом статусе. То есть мы услышали посылы, мы услышали месседжи, направленные конкретно к властям Республики Молдова и, конечно же, направленные к народу нашей страны и к народу Гагаузской автономии. Мы остались очень довольны первым днем, довольны дискуссиями и с президентом Республики Молдова, и с правительством нашей страны, потому что вы знаете, что в ближайшее время жители нашей страны смогут по простым паспортам спокойно выезжать в Турцию, и очень много соглашений было подписано, и, конечно, это позитивно отразится на экономике нашей страны в целом. Но то, что второй день — это был праздник, это был на самом деле праздник, и вы знаете, мы... — Праздничный день в Гагаузии практически. — Да, мы объявили этот день выходным. Почему? Потому что очень много жителей нашей автономии хотели услышать обращение президента. Это впервые президент другой страны выступает перед народом Гагаузии и обращается напрямую. Знаете, такого опыта в Гагаузии абсолютно не было. К нам, конечно, приезжал президент Демирель. Он очень был и есть любим нашим народом благодаря его политической воле, благодаря его характеру, его взаимоотношениям с Мерчи и Снегуром был принят закон об особом правом статусе Гагаузии, и была утверждена гагаузская автономия. Вы помните 90-е годы, когда создавалась Гагаузская республика, и путем дискуссий, диалогов, обсуждений между руководством Турецкой республики в лице Демиреля и между руководством Молдавской республики была принята и провозглашена гагаузская автономия. То есть мы тогда получили свою государственность. И вот господин Эрдоган в своих посылах обозначил, что он и дальше будет поддерживать развитие нашего региона и укрепление нашего статуса. И важно то, что он подчеркнул, что с Гагаузией надо считаться, с Гагаузией надо говорить. В Гагаузии живут такие же жители республики Молдова, которые живут и за пределами нашей автономии в республике Молдова в целом. И, конечно же, поддержка турецкого государства, Гагаузской автономии, она не обозначается последними 5-10 годами. Политическая поддержка была обозначена в 90-х годах, но социальная поддержка, она началась и с конца 90-х. У нас во многих населенных пунктах была проведена вода. Благодаря турецкому государству это очень дорогие проекты. Мы живем в Баджакской степи. А вот благодаря Турецкой республике в ряде населенных пунктов была проведена канализация. Сейчас за эти 3,5 года турецким партнерам удалось поддержать на социальной сфере. И господин президент открывал новый детский садик, открывал новый дом творчества, открывал шикарнейший диагностический центр в муниципе Камрад. Был открыт дом престарелых, было очень много объектов. Мы в этот день открывали около 6 социальных объектов. Это огромные инвестиции. Только за последние 3 года Турция на строительство этих объектов проинвестировала более 12 миллионов евро. И это помощь просто братскому народу. Очень много инсинуаций, очень много размышлений. А что взамен? А почему делает это Турция? Диванная партия аналитиков, как правило, сразу начинает. Диванных, конечно, у нас много. И каждый воспринимает это по-своему. Я очень хочу, чтобы все понимали. У нас общая история. У нас общий язык. Мы говорим на одном языке, мы понимаем очень хорошо друг друга. Даграм даже отметил, как сохранился перецкий язык. Да, наш язык, он на самом деле является чистым языком. И они очень удивляются. И я видела, с каким удовольствием они слушали меня. Это наша речь, и супруга говорила его. Вот так говорили мои родители. Вот так, как вы говорили мои дедушка и бабушка. Потому что сегодня турецкий язык имеет очень много заимствованных слов. А нам удалось сохранить чистый гагаузский язык. И, конечно же, поддержка Турецкой Республики в этом плане нам очень нужна. То есть мы четко сегодня еще раз подтверждаем, что у нас есть очень надежные партнеры, которые заинтересованы в развитии нашего региона. Что важно? А важно, что речь уже идет не только о том, чтобы строить у нас социальные объекты. Речь идет о том, чтобы развивать экономику региона. Слава богу, нам удалось совместно с правительством нашей страны на территории автономии открыть две свободные экономические зоны. Очень много инвестиций сейчас направлено на то, чтобы эти свободные экономические зоны развивать. Но там не было турецких инвесторов. И мы с президентом Артаганом говорили на эту тему. И он нам четко обещал, что после его приезда начнут приезжать и турецкие инвесторы, которые будут инвестировать в развитие сельского хозяйства, в переработку и будут, конечно же, укреплять нашу экономику. Сегодня какие-то предприятия с турецким капиталом работают? Да, в основном это текстильные предприятия. Но сейчас мы уже планируем на совсем другие планы, у нас уже абсолютно другие горизонты, другие возможности, потому что тогда, когда поддерживает тебя первый человек страны, то это, понятно, сигнал. Это сигнал не только нашей стране, это сигнал и бизнесу Турецкой Республики. Я вам хочу сказать, что делегация турецкая была очень большая. Как раз хотелось бы об этом тоже поговорить, потому что приехал он не один. Да, вместе с президентом приехало около 300 гостей из Турецкой Республики. И это были мэры городов, с которыми дружат мэры наших городов и сельских населенных пунктов. Это были экономические агенты, которые изучали наш регион. Это были представители правительства турецкого. То есть делегации были настолько весомые, грандиозные представители муниципалитетов. И они приехали с конкретной задачей изучить нашу ГГУскую автономию и включиться в сотрудничество с нашей автономией. Мы видели настроение наших гостей. Вы знаете, они настолько были полны ожиданиями, они настолько были положительно настроены. Им настолько хотелось выстроить вот этот контакт между ГГУской автономией и Турецкой Республикой. И мы чувствовали, что мы едины. Мы чувствовали, что нас очень многое объединяет. У нас есть общее желание развивать ГГУскую автономию. Вот они в нас увидели партнеров. Я лично это, как руководитель региона, почувствовала, что им интересно, им хочется с нами работать. Понятно, что они изучили нас очень внимательно. Они рассказывали нам о ГГУЗе так, как рассказывают о ГГУЗе люди, которые проживают в автономии. То есть я поняла, что это была большая работа. И что им было очень интересно изучить нас. И они поняли, что мы являемся братьями, и нам, конечно же, нужно работать совместно. Как они оценили прием, который вы оказали Турецкой делегации и лично президенту? Вы знаете, когда к тебе приезжают гости, и они спешат домой, значит, что-то хозяева сделали не так. А тогда, когда тебе приезжают гости, и они полностью всю программу находятся с тобой, они никуда не спешат. Они получают удовольствие от всех тех мероприятий, которые зафиксированы в повестке дня. А повестка 18 октября была такая насыщенная. Я передать вам не могу, насколько была она насыщена. Шесть объектов у нас открывалось. У нас было обращение руководителей нашей страны и Турецкой республики к народу. У нас было очень много мероприятий. И господин Эрдоган ни на минуту не задумался и даже не намекнул мне о том, что у нас самолет, нам надо уезжать. Они общались со всеми нашими детьми. Они говорили с нашими жителями. Они интересовались буквально всем. Им была очень интересна наша еда, наша кухня была очень интересна. Им были очень интересны наши традиции, наши песни, наши танцы. Буквально все их интересовало. И я поняла, что то хорошее настроение, с которым они приехали, это хорошее настроение абсолютно не было утеряно до последней минуты нашей встречи. Ну а кольмонационным моментом было то, что приехали президенты к нам, прилетели на вертолетах. И когда уже завершился к вечеру визит, я их провожала вертолетом, чтобы они улетели в Кишинев. Президент Эрдоган мне говорит, ты знаешь, Ирина, я вот тут приземлился на этих вертолетах, и кажется мне, что я немножко навредил, потому что они приземлялись на стадионе. Говорит, вот поле смотрю, футбольное покрытие, как-то так не в том состоянии, в котором было до этого. Вот здесь кое-что нужно поменять. В общем, давай сделаем так. Я здесь навредил, даю поручение министру молодежи и спорта, и со следующего года мы полностью отстраиваем новый стадион для детей Гагаузии, современный. Вот, казалось бы, простой жест. Просто простой жест. Что-то произошло не так. То есть в самом конце был и такой подарок. Я знаю, что они это сделают, они это выполнят. И это связано с тем, наверное, что сегодня наши турецкие партнеры, они видят, что мы очень открыты, видят, что у нас есть желание быть вместе, работать вместе, сотрудничать вместе. И все, что они делают, оно имеет результат. Наши жители автономии это на самом деле оценивают, оценивают очень высоко. Ну, вы с Эрдыганом встречаетесь не впервые, вы с ним раньше общались. То есть, вот если можно, ну, немного ваших личных впечатлений об этом человеке. Что удалось понять о нем, о личности, как о политическом лидере? Вы знаете, это очень сильная личность. Это очень сильная личность, очень интересный человек в общении. Человек, который очень любит свою родину, свою страну, которая любит свой народ и которая делает все, чтобы о турецком государстве знали за пределами этой страны. Он помогает жителям своей страны, но в то же время он и помогает многим тюркским народам, проживающим за пределами своей страны. И мы на себе это, конечно же, очень чувствуем. Он любит свой фольклор, он поет свои турецкие песни. Кстати, в Гагаузе он спел нам гимн своей партии тоже. Мы впервые услышали эту песню. То есть я хочу отметить, что это очень сильный политик, замечательный оратор, очень харизматичная личность, которая обладает очень мощной энергетикой. Ну, все-таки столько лет, 16 лет в политике и в должности премьер-министра такой огромной страны. И сейчас уже в должности президента это говорит о том, что он очень много работает над собой, очень серьезно работает со своей командой. И вот эта вся работа, она, конечно, дает результат в части отношения его народа к нему лично. И вот этот характер, эта харизматика, она сразу распространилась на жителей моей автономии. То есть я почувствовала такую, знаете, проникновенность от моих людей. Его сразу полюбили. Почувствовали его открытость, почувствовали, что он очень хорошо владеет информацией о регионе, о любому жителю нашей страны, когда знают о тебе, знают о твоей истории, в своей речи используют гимн твоей автономии. Это за душу хватает, это на самом деле очень не раскрепощает. И я на площади почувствовала связь нашего народа с господином Артаганом. То есть я, конечно, очень высоко оцениваю личное качество его, его волю, его характер. И у него есть чему поучиться. Согласен. Но теперь вот поподробнее о тех объектах, которые были открыты. Для кого лично это станет подарком от турецких партнеров? Ну, посмотрите, акценты расставлены очень правильно. Все объекты, которые открывались у нас 18 октября, они в основном были подарки для детей и для людей престарелых. Те, кто нуждаются в социальной поддержке, те, кто нуждаются в хорошем, качественном образовании. Первое — это детский садик. Был открыт шикарнейший детский садик, в который пойдут около ста детей. Это замечательные условия. Это отдельные спальни, это отдельные игровые комнаты, это отдельный спортзал, актовый зал, игровые комнаты, как я говорила. А это у каждой группы своя площадка с замечательным оборудованием. Это огромная территория. Я пришла... Городок счастливого детства. Это такой, да, городок. И я была вот в этом детском саду, и детки были со мной. Вы не представляете то счастье и эмоции от всех этих красок. Все современное. Оборудование современное, мебель современная. Ну, очень красивый детский сад. Дом творчества — это дом, в котором занимаются кружковой работой наши дети в возрасте от 6 до 14 лет. Это и танцы, это и шашки, это и художественная школа, это и театральная школа и так далее. Это современнейшее здание, полностью оснащенное, с отдельными залами, концертными залами. То есть это суперусловие для наших детей. И я знаю, что наши дети однозначно из этого дома творчества не захотят уходить. И перед руководством дома творчества и коллективом дома творчества уже поставлена задача духовной наполняемости этого дома, чтобы он жил, чтобы детям было как можно, чтобы детям было интереснее, чтобы на самом деле как можно больше кружков открывалось там. потому что возможности материально-техническая база превосходна. Я не думаю, что какое-то подобное домотворчество есть сегодня в республике Молдова. Был полностью обновлен дом культуры в нашей столице, муниципе Камрад. Дом культуры, который был построен еще в советские времена и с огромным количеством проблем, начиная от крыши, заканчивая подвалами, не говоря уже о техническом оснащении, об оборудовании. Все очень красиво, все переделано, все наполнено техническим оборудованием, то есть очень красивый дом культуры, в котором мы уже будем проводить все региональные мероприятия. Современнейший диагностический центр с шикарнейшим оборудованием, с томографами, с УЗИ последней технологии. То есть сегодня наши жители автономии не должны будут приезжать в Кишинев для получения тех или иных услуг, для обследования тех или иных медицинских, мы даже хотим в ближайшее время сделать такой день открытых дверей, куда пригласим всех медиков Гагаузии, пригласим руководителей Министерства здравоохранения, пригласим руководителей центров здоровья с многих уголков нашей страны, чтобы ознакомить с теми условиями, которые сегодня есть в диагностическом центре нашей Гагаузии. Дом престарелых, это дом, построенный тоже с нуля, в котором будут проживать люди, оставшиеся одни, без детей. У каждого своя комната, у каждого ванная комната, туалетная комната, своя, зимний садик отдельный, благоустроенная территория, кухня замечательная, столовая замечательная, комната отдыха, таких тоже условий то есть вода и канализация в городе Вулканежда. У нас город Вулканежда остался единственным населенным пунктом, в котором были проблемы с водой. Турецкие партнеры решают эту проблему, уже три водонапорные башни запущены, еще продолжаются работы, со следующего года начнется строительство канализации в городе Вулканежда. То есть вот это все очень крупные, серьезные объекты, по которым мы подводили итоги 18 октября. Я считаю, что это очень хороший результат. И люди, собравшиеся на площадь, они просто пришли в знак признания, признательности лидеру страны, который любит и наш народ и хочет, чтобы наша гагаузская автономия очень эффективно развивалась и в первую очередь, чтобы у людей был хороший уровень жизни, качество жизни, чтобы люди себя чувствовали достойно у себя дома. Это очень важно. Вы, как молодой политик и патриот своей автономии, наверняка живете какими-то планами, надеждами в отношении того народа, которому сегодня служите. Удалось поделиться своими планами с Эрдоганом? И вот откликнулся ли он, что может стать продолжением этого визита? Продолжение уже четко обозначено. В ближайшее время будет открыто турецкое консульство у нас в ГГУской автономии. В ближайшее время начнется строительство нового образовательного комплекса. Это будет очень шикарный образовательный комплекс, который будет расположен на пяти гектарах. В этот комплекс будет входить хорошо оснащенное учебное здание, здание лицея. Будут два общежития. Общежитие для мальчиков, общежитие для девочек. Будет закрытый спортивный зал, в котором будут и бассейны, и площадки. Открытые корты, будут подъездные пути. В общем, очень красивый макет, который был презентован в день приезда господина Эрдокана. Мы обсуждали конкретное развитие инфраструктуры нашего региона, и министру дорог было дано поручение изучить состояние наших дорог в автономии, для того, чтобы дать конкретные предложения по поддержке нашей автономии в части развития дорожной системы, асфальтирования и так далее. Эти вопросы мы, конечно же, будем обсуждать. Но и самое главное это развитие свободноэкономических зон и привлечение турецких инвестиций для развития нашего региона. Я всегда говорю, что нам и господин президент поддержал мою идею в том, что нам нужно очень серьезно развивать наш регион. И, кстати, была очень хорошая дискуссия между двумя президентами в отношении экономического развития нашей автономии, тогда, когда мы озвучили, что у нас в Гагаузе есть Чедерлунский аэропорт. И наш президент напомнил, что являясь еще министром экономики, он неоднократно говорил о развитии Чедерлунского аэропорта и тоже обратился к господину Тагану, чтобы совместными усилиями нам удалось реанимировать Чедерлунский аэропорт, который, конечно же, принесет дополнительные серьезные инвестиции в регион нашей страны. То есть экономическое развитие региона задача номер один, развитие инфраструктуры и улучшение качества жизни наших людей. Это основные приоритеты, которые мы обозначили перед лидерами двух стран и получили очень серьезную поддержку. Здорово. Когда мы говорили о том, как об оценке Эрдегана речи, которую он услышал в автономии, если я правильно понял его обращение в переводе, я понял, что тема защиты культуры и гагаузского языка для него это очень важная тема. В этом направлении, в продолжении этого посыла что будет делаться? Я понимаю, что, например, новое учебное заведение наверняка это и преподавание каких-либо предметов на гагаузском языке, но тем не менее, что-то предложено турецкой стороной в качестве поддержки гагаузской культуры, гагаузского языка на территории. Вы знаете, мы все должны понять одну простую вещь, что проблема изучения и знания гагаузского родного языка и молдавского языка это не должно быть проблемой лидеров другого государства. Я это неоднократно говорю на заседаниях правительства. Если наше правительство не будет внедрять программы по изучению государственного языка, по изучению родного языка, нам другие страны особо сильно помочь не смогут. То есть должна быть воля политическая на уровне страны, внутри страны. Это в первую очередь. О чем мы говорим, если нам не додают трансферты по изучению гагаузского языка, они додают нам трансферты по изучению молдавского языка. Это проблема внутренняя, мы об этом с господином Радоганом говорили. Но если говорить об их поддержке, то они достаточно открыты в этом плане. И садик, который мы открыли, это будет садик, в котором обучение будет проходить на двух языках, на молдавском языке и на гагаузском языке. Комплекс, который образовательный, мы начнем строительство со следующего года, тоже будет продолжение обучения и на молдавском, и на гагаузском языке. Но тут очень важно, чтобы подключились и власти страны, очень важно, чтобы включились в эту работу и правительство, и министерство образования, чтобы начали готовить кадры, потому что мы с вами можем строить разные объекты, но они будут пустыми. Некому будет учить, преподавать. Тогда, когда я сегодня не могу у себя в автономии подготовить специалистов, которые будут преподавать на молдавском языке, на гагаузском языке, тут, конечно же, должно подключиться правительство. Да, нам Турция помогает, и мы самостоятельно издаем учебники. Да, мы приняли закон об образовании, который предполагает плавный переход преподавания ряда предметов на гагаузском, на молдавском языке. Но здесь должны работать все. Здесь должно работать правительство страны в этом плане. Здесь должно работать руководство автономии. Здесь и наши партнеры, да и люди сами должны об этом думать. Все начинается с семьи. Я всегда об этом говорю. Если в семье не начнут, не будут правильно воспитывать детей, если они будут прививать любовь к родине, любовь к родному языку, ничего не получится. Вот сегодня в автономии такая атмосфера существует. Я ее чувствую. Я вижу открытость наших людей. Я вижу желание, чтобы наши дети хорошо говорили и на молдавском языке, и на гагаузском языке, и на русском языке, и на английском, и на каком хотите. То есть родители сегодня настроены. Мы власти сегодня должны заниматься тем, чтобы создавать условия. Вот если мы это сейчас не сделаем, то будет просто-напросто утерянное время. Со стороны гагаузской автономии все, что необходимо, мы однозначно предприняли. Мы очень ждем ответных действий со стороны правительства. Правительство обязательно должно включиться, должно подготовить программу по изучению языка молдавского и гагаузского и подготовить кадры. Вот если эти два сегмента на себя правительство возьмет, нам будет намного проще в короткий промежуток времени эти все вопросы снять. Вы знаете, вот у меня есть один вопрос, который я, кстати, порывался вам задать и при прежних встречах, но, скажу прямо, не решился. Но сегодня попытаюсь. Вот слушая вас, я, наверное, даже уже отчасти себе сами ответил на этот вопрос. Вот сейчас озвучу, может быть, и телезрители, которые испытывают тоже желание задать его вам, наверняка получат тоже ответ. Вот каково быть руководителем региона, руководство которым принято считать сугубо мужским делом? Мы видим, вот общаясь с вами, я вижу красивая, молодая, интересная женщина, которая сегодня говорит о очень сложных вещах, которые включают в себя руководство регионом, обеспечением рабочими местами жителей автономии, которые за вас проголосовали, которые ждут перемен. И я понимаю, что это, в общем-то, ноша, которая по плечу мужчине, нашему, так сказать, нашей части населения. Тем не менее, за вас проголосовали. И в этом есть, наверное, части удивления, и в то же время, наверное, есть, может быть, части ответа. Но все-таки, вот каково быть на этом месте? И чувствуете вы, вот какой-то, может быть, в начальном этапе своей карьеры в качестве башкана, чувствовали какую-то настороженность со стороны своих... Давайте так, я в политике уже очень много лет, я в политике более 13 лет, поэтому говорить о том, что в политике бывают женщинами либо мужчинами, я не соглашусь, потому что я считаю, что самое главное это профессионализм. Вот, надо понимать, знать, поставить задачу и конкретно ее выполнять. Да, кто-то навешивал нам ярлыки, и кто-то определял, что вот стереотипы такие в Гагаузии, это патриархальные регионы, и вот женщины никогда, ни при каких обстоятельствах. Ну, видите, мы в 15-м году эти стереотипы поломали, мы доказали нашей стране, что нет этих стереотипов, и народ доверяет конкретным программам, и народ доверяет конкретным делам. Я считаю, что за эти 3,5 года в первую очередь наша команда доказала нашему народу, что ни женщина, ни мужчина является, как бы, не по полу мы все-таки определяем, делается, дело либо не делается, дело выполняется, программа или нет. Наша команда профессионально подходила ко всем вопросам, которые есть в нашем регионе. Мы поставили при собой очень четкие задачи. Для нас очень важно было, чтобы о нашем регионе знали во всей стране, потому что очень многие жители Кишинева даже ни разу не были в нашей гагаузской автономии, и очень много стереотипов, много закрытых тем было касательно гагаузской автономии. Сегодня у Гагаузии другое лицо. Сегодня о Гагаузии очень много хороших положительных новостей. Гагаузия сегодня открыто и готова принимать гостей, готова принимать партнеров. Те задачи, которые мы поставили по экономическому развитию региона, они тоже имеют соответствующие результаты. Мы сегодня можем говорить о росте нашего бюджета, о росте наших собственных доходов, о привлечении инвестиций. И речь идет о привлечении инвестиций не только с одной стороны, а мы работаем на 360 градусов, мы работаем со всеми, Запад, Восток, со всеми странами, которые видят в нас надежных партнеров. И сегодня жители нашей автономии они видят конкретный результат. И они видят результат не только в столице нашей Гагаузии, они видят результаты в своих селах, в очень маленьких селах, в небольших селах, в больших селах. То есть сегодня Гагаузия достаточно равномерно распределяется. В Гагаузии нет своих и нету чужих. Мы создаем такие условия, когда все должны чувствовать и понимать, что это большая семья, в которых, да, бывают разные характеры, да, бывают разные настроения, да, бывают по-разному. Но когда есть единая цель, есть единая задача, и все понимают, что нам нужно быть вместе для того, чтобы решить все эти вопросы, все видят результат этого всего, тогда все, конечно же, объединяются. Вот сегодня эти настроения в Гагаузии присутствуют. Наши люди видят результат. Мне очень хочется, чтобы наши соседи, наша автономия, не относились болезненно к результатам, к хорошим результатам нашей Гагаузии. В последнее время я очень часто слышу, а вот все в Гагаузии. А почему в Гагаузии? А только в Гагаузии. Дорогие наши соседи, ни в коем случае не относитесь ревностно к нам, потому что очень много лет Гагаузия не развивалась экономически, и не было того динамизма, который присутствует сегодня. Очень мало внимания уделялось нашему региону. Я очень рада, что сегодня наш народ почувствовал внимание и изменения. И если происходят изменения в нашей автономии, они происходят параллельно и у наших соседей. Мы очень внимательно следим за тем, что происходит в Чемишлии, за тем, что происходит в Коголе, в Кантемире, в Бессарабке, всем, чем можем, мы помогаем. Мы говорим с внешними партнерами о том, что есть серьезный потенциал и у наших соседей. Самая главная задача всех нас, чтобы наша страна развивалась. У нас не должно быть врагов в нашей стране, у нас не должно быть оппонентов, у нас должна быть здоровая конкуренция. И может быть даже очень хорошо, что вот эти 3,5-4 года так динамично развивается наша автономия. Политики других районов, регионов нашей страны обращают на это внимание, хотят делать как мы, хотят делать лучше, чем мы. Чувствуют необходимость подтягиваться. Самое главное, чтобы люди чувствовали это. Вот я считаю, что сегодня в Гагаузе люди это чувствуют. Значит, все наши соседи, все руководители районов, руководство страны тоже должно работать над тем, чтобы результаты чувствовались во всей стране. Это стимул. Я повторюсь, возможно, я всегда говорю, если мы хотим присоединение Приднестровья, возвращение Приднестровья в нашу молдавскую семью, для Приднестровья должен быть пример. Вот я предлагаю, чтобы этим примером была Гагаузия. Вот когда приднестровцы, они увидят, что в Гагаузии все развивается, все меняется, качество жизни становится лучше в разы, наверняка они задумываются, что вот в стране, в республике Молдова хорошо, Гагаузам же хорошо, у них все меняется, у них становится лучше. Давайте и мы попробуем. Сохраняется культура, язык, и язык, культура, история, экономическое развитие, показатели. Вот все это должно быть вкупе, все это должно быть вместе и все должно быть на уровне диалога. Потому что если мы будем противопоставлять друг другу себя, если мы будем конфликтовать между собой, если все ветви власти не будут находить общего языка, будут страдать люди. Вот в первую очередь, люди это как термометр. Ты всегда посмотришь на людей, я всегда смотрю на своих жителей, я по ним понимаю, мы идем правильно, либо мы не идем правильно. Если люди смотрят открыто, смело, улыбаются, значит, все нормально, команда поступает правильно. Если я вдруг чувствую такое, какое-то, они зажимаются, какие-то проблемы, в чем проблема? Я рада, что мои люди, они открыты. Они говорят, вот здесь вот так, так хорошо. Но вот Ирина Федоровна, а было бы хорошо, если бы. И наши люди, они понимают, я говорю, Москва не сразу строилась, правда? Вот сегодня мы сделали вот этот объект, завтра мы сделаем, откроем новое предприятие. Через год-два мы сделаем что-то лучшее, что-то большее. И наши люди говорят, да, спасибо, мы это видим. Хорошо, что вы нам сказали, с людьми надо говорить. Когда есть диалог между властью и между народом, тогда вот эта ниточка, она становится крепче, она становится сильнее, и мы друг другу помогаем. Народ помогает власти, а власть помогает народу. Да, ниточка становится канатом. Вашим оппонентам, мне кажется, следовало бы возразить таким вот образом. Ведь не забывать, что Гагаузия это часть Молдовы, неотъемлемая часть республики Молдовы. Это ее, ну, если, знаете, в общем-то, даже в сравнении с тем, какова экономическая ситуация в других регионах Молдовы, то Гагаузия, ну, наверное, уже может становиться, если не визитной карточкой, ну, знаете, каким-то очень ярким, таким примером того, как может быть, а не как стало. Но нам надо еще очень много работать. Согласен. Я всегда говорю нашей команде, мы не должны останавливаться. Тот темп, который мы набрали, тот ритм, который мы, тот динамизм, который мы набрали, он должен сохраняться. Увеличить, конечно, очень сложно, потому что собственных ресурсов недостаточно для того, чтобы делать очень сильные, мощные рывки вперед. Но ритм, его сохранять нужно однозначно. И самые важные, насущные проблемы, которые есть у жителей нашего региона, их надо решать в первоочередном порядке. Потому что ты всегда для себя определяешь. Есть маленькие проблемы, которые можно решить и не почувствовать результаты, но есть глобальные вещи, которые требуют очень серьезных инвестиций, и от этого получат удовлетворение и результат большая часть твоего региона. Мы определяем приоритеты, мы советуемся. Вы знаете, я очень рада тому, что наше население стало очень активным. Сегодня, когда мы обсуждаем проблемы того или иного села, когда мы обсуждаем проблемы того или иного города, очень серьезно подключаются жители этих населенных пунктов, очень серьезно подключаются неправительственные организации. Все включаются в процесс обсуждения, что нужно сегодня сделать в моем селе, что нужно сегодня сделать в моем городе. Меня настолько радует вот эта заинтересованность, и самое главное, я вижу сегодня уверенность в завтрашнем дне у жителей нашей автономии. Это очень сподвигает и это очень провоцирует на то, что надо работать, работать и работать еще больше. Спасибо вам большое за этот разговор. Время так прибежало незаметно. И хочу сказать, что мы с вами разделяем оптимизм, ваш оптимизм в отношении Гагаузии, потому что он связан и с нашим оптимизмом в отношении нашей страны в целом. Мы действительно верим в то, что в Республике Молдова есть будущее, и это возможно при таком, знаете, консолидированном подходе, преодолению всех трудностей, которые нам остались в наследство, которые нам подкидывают время. И работа над этим объединяет и способствует тому, чтобы мы становились сильнее, умнее, мудрее и значительнее. Мы становимся таким, знаете, реально можем подойти к тому, что мы можем быть мостом. Если говорить о Гагаузии, как о мосте между Турцией и Молдовы, то Молдова может быть своеобразным мостом между Западом и Востоком, потому что все равно, так или иначе, торговые, экономические, политические пути проходят через нас. И не потерять себя в бурлении геополитики, наверное, одна из самых главных задач для Республики Молдова. Спасибо, что откликнулись на наше приглашение. Всегда рады вас видеть в нашей студии. Будем следить за тем, что происходит в вашей автономии. А мы ждем вас всегда в Гагаузии 4 ноября. Приглашаем на День вина. Обязательно приедем. Спасибо. Вы смотрели программу «Персональный акцент». У нас в гостях был Башкан автономии Гагаузии Ирина Влах. Оставайтесь с нами, следите за нашими эфирами. Будет интересно. Редактор субтитров А.Семкин